Всем привет! С наступлением зимы многие фотографы начинают грустить, потому что на улице фотографировать холодно, нет ярких красок. И, собственно говоря, можно было бы перебраться в студию, но не все любят фотографировать в студии, не все умеют пользоваться студийным светом. Не всем нравится студийный свет. Поэтому люди уходят в студии дневного света, но зимой очень сложно дождаться хорошей ясной солнечной погоды. Сегодня я хочу показать, как в студии при помощи одного импульсного источника света можно создать имитацию дневного солнечного света от окна. Я надеюсь, что этот урок будет полезен тем фотографам, кто привык снимать с дневным солнечным светом. На самом деле все это очень не сложно. Нам понадобится один источник света. Сегодня будем использовать портретную тарелку, но это может быть и обычный рефлектор, это может быть небольшой софтбокс. Который у нас будет выполнять роль солнца. Важный момент. Если вы хотите добиться имитации дневного света в студии, то вам стоит выбирать студию, где белые или светло-серые стены. Мы берем источник света и почти вплотную продвигаем его к стене. Когда у нас сработает синхронизатор, то импульс света попадет в стену, отразится от него, рассеется и отразится на модели. Но, есть еще маленькая хитрость. Для того, чтобы этот свет был мягким, для того, чтобы он походил на вот именно свет от большого окна, нам нужно использовать дополнительное оборудование. Вот, сегодня я буду использовать светорассеивающую панель из отражателя 5 в 1. Если в студии или у вас есть фрост рамы 1,5 на 2 метра, то это будет еще лучше. Эта панель поможет нам еще больше рассеять наш свет. Теперь, когда вспышка сработает, свет попадает на стену, отражается, становится мягче рассеяние, попадает на модель, но попадает через эту светорассеивающую панель. Я хочу сказать, что, повторить, что ничего сложного в этой схеме света нет. Единственное, что вам необходимо сделать, это подстроить поворот в высоту самого источника света. Сейчас, то есть, задвинем пока модельку. Так как модель у нас будет находиться в той части, то мы поворачиваем голову сюда. Небольшая мощность, потому что сейчас я буду делать кадры на открытой диафрагме. Опять-таки, для тех, кто любит фотографировать при дневном свете, съемка на открытой диафрагме более привычна. Итак, панель у нас стоит. И еще одна важная деталь. Конечно, можно использовать отражатель, желательно побольше размеров. Но существуют так называемые вирт-леты. Эта панель двухсторонняя. С одной стороны имеет белый цвет, с другой стороны она черная. Эта панель позволит тому свету отразиться от нее и подсветить теневую сторону снимаемого человека. Если мы будем эту панель направлять на модель белым цветом, то мы получим очень мягенькую, ровненькую, светлую картинку. Если перевернуть панель черной стороной, то мы получим более объемный рисунок, больше света с одной стороны и, соответственно, меньше света с другой стороны. Сейчас я покажу, как это все происходит. Как я уже говорил, можно перевернуть панель черной стороной к модели. И тогда мы получим по ее левой стороне чуть больше тени. То есть эта панель, она не будет так сильно отбивать теневые участки и мы получим чуть более объемное рисунок. Учитывая то, что мы снимаем на открытой диафрагме, все будет очень хорошо заметно. Хочу показать, как можно разнообразить эту съемку. Повторюсь, с одним источником света. Если мы наш рифлет перевернем черной стороной как фон, будем использовать ее. Можно даже согнуть часть, чтобы отсекался лишний цвет. И поменяем наш рефлектор в портретную тарелку на рефлектор со шторками, чтобы тоже минимизировать блик на дальнюю часть стены. Вот мы поворачиваем. Свет будет от стены отражаться, проходить через рассею, попадать на модель. И мы получим достаточно атмосферную темную фотографию в низком ключе. Собственно говоря, вы сейчас видели, что абсолютно не сложно и не страшно фотографировать в студии при плохой погоде в любое время суток, утром, поздно, вечером, хоть ночью. С одним источником света, со светорассеивающей панелью и с панелью типа V-flat, черной или белой. Попробуйте. Я думаю, что у вас получится все. И вы сможете спокойно дождаться наступления теплого, солнечного, яркого лета. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok